Дебютирует на UFC 249 18 апреля. В сопернике ему дадут непростого, не знающего поражений Хантера Азура. Это официальный постер. Так что, друзья, дебют Умара состоится в андеркарте поединка его двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном. На счету 23-летнего спортсмена 12 побед. Ранее он выступал в Fight Nights Global, PFL и GFC. На счету 27-летнего его соперника Азура 8 побед, 3 из них нокаутом. Таким образом, кроме Хабиба, на турнире выступят еще Магимед Шарипов, Махачев и Умар Нурмагомедов. Конечно, с такой фамилией Умару сейчас будет непросто. На плечи ложится гигантский груз ответственности. Так что желаю ему удачи и чтобы было мощное начало. Мало кто задумывается, что будет после завершения карьеры. А вот Конор МакГрегор всерьез этим вопросом занимается. В интервью BGPN он рассказал, куда планирует податься. «Я проанализировал карьеры многих спортсменов, рассказывает МакГрегор, и посмотрел, что можно делать, а чего нельзя, и какие вещи обеспечат дальнейшую жизнь для меня. Так что я просто погружаюсь в те сферы, которыми по-настоящему увлечен. Я пришел в бои, потому что был увлечен ими, и не достиг бы таких высот, если бы не любил свое дело. Другие области – это виски и индустрия моды, как вы знаете», – рассказывает МакГрегор. Но не все поддерживают идеи Конора. Вот пара комментариев западных болельщиков. «Конор всем ирландским болельщикам обязан, а виски – это последнее, что им нужно. Гордыня ослепляет человека». И еще один комментарий. «Пока его не посадят в тюрьму». Здесь же тяжеловес UFC Алексей Олейник высказался про МакГрегора. В своем интервью он продолжил тему популярности спортсмена и отметил, что многие из болельщиков Конора поменяли к нему отношения. «Те люди, которые пять лет назад мечтали сфотографироваться с Конором МакГрегором, а теперь поливают грязью его со всех сторон, мягко говоря, не считая, что эти люди правы. Я это знаю, и вы это знаете. Пять-семь лет назад эти люди мечтали хоть как-то оказаться рядом с МакГрегором, просто прикоснуться к нему, сфоткаться. Такие люди, мягко говоря, лукавят», — рассказал Алексей Олейник. Кстати, по специальному слову Антонов, можете получить приятные бонусы. А мы идем дальше. В последнее время о Коноре говорят, когда речь заходит о реванше с Нурмагомедовым. Майкл Биспинг оценил гонорар Хабиба за повторный поединок с Конором в 20 миллионов долларов. Как вам такое, друзья? Об этом рассказал он у себя на подкасте «Майкл Биспинг Подкаст». Довольно интересная, кстати, штука. Эти подкасты надо будет и себе попробовать, но об этом как-нибудь в другой раз. Всегда можно узнать что-то новое из таких подкастов. Хабиб сказал, что повторный бой с Конором имеет смысл только ради драмы и денег, рассказывает Биспинг. А он намерен строить наследие. «Я понимаю. Как сказал Дэйна Уайт, Хабиб очень богат. Да, я могу зарабатывать неплохие деньги, побеждая соперников, но одновременно тебе будет подсказывать голос. Прими этот бой. Ты в первом бою победил, доминировал. Могу заработать 20 миллионов долларов. Деньги рулят. Шелуха отлетает», — рассказал Биспинг. Посмотрим, к чему все это приведет, друзья. Нурмагомедов сейчас топ-спортсмен и к его мнению прислушивается. Скажет, бой будет, а может и отказаться. Друзья, напомню, что у меня есть инстаграм-канал. Заходите, буду всем рад. Там тоже публикуются свежие новости. И часто бывает, что они выходят даже раньше, чем здесь на ютюбе. Так что присоединяйтесь. Канал называется «Голос ММА». А у меня на этом пока все. До встречи в следующем выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok